Всем привет, ребята, с вами Раиль И добро пожаловать в хижину музыканта Сегодня я буду менять струны на своей гитаре И по этому поводу думаю, дай-ка сниму сюжет по тому, как ухаживать за своей гитарой То есть частенько к ухаживанию за гитарой приступают только когда меняют струны А до этого вообще даже не прикасаются к этой теме Что касается того, когда уже струны стоят То есть вы поставили, как можно ухаживать за гитарой Друзья, первый совет, который вы можете сразу же сейчас же применить Взять гитару, это достаньте сейчас тряпку, хлопкую, простую тряпку Ну не сложно же, и после каждой игры протирайте ваши струны Также гриф и деку Ну не сложно же, честное слово Зато пот и жир, который вы только что оставили после игры на грифе Вы убираете тряпкой Друзья, после таких вот процедур струны вам, кстати, прослужат дольше Чем обычно И не нужно будет так часто покупать за струны Это уход за струнами Вот и всё Вот так вот минимум, самую малость, которую вы можете сейчас же, прямо сейчас сделать со своей гитарой И после каждой тренировки протирайте, друзья, с собой носите эту тряпку Также можно протереть деку нашей гитары, где тоже после того, как вы трогаете руками, остаются следы По-любому на вашей гитаре есть следы, которые просто так тряпкой сухой не стираются Поэтому можно и влажной тряпкой протереть, если у вас гитара лакированная То есть здесь имеется лак Если нет лака, то влажной не советую это делать Друзья, вот такой вот минимум И хранить гитару нужно в чехле Обязательно в чехле Потому что всякие нюансы могут случиться И ваша гитара испортится Во-первых, перепады температур Сквозняки Вы же окно открываете, балкон открываете Всё это плохо влияет на гитару А в чехле она более-менее в безопасности, друзья, находится И не ставьте гитары около батареи Даже если она в чехле Потому что гитара высыхает Это же дерево всё-таки Чехол желательно взять какой-нибудь Тёплый, зимний или вообще кофр Такой бронебойный, толстый Который открывается, чтобы туда можно уложить Вот там, ребята, точно ничего не случится Ещё один нюанс Это увлажнение гитары Зимой, так как у нас отопление Гитара высыхает Влажность в помещении плохая Самое простое, например, это есть такие трубочки С отверстиями, куда наливается вода Эта трубочка вставляется в барабан И всё, увлажнение идёт То есть, когда вы не играете, оно стоит Или есть вот такие вот для розетки закрывашки Которые также увлажняют гитару Но об этом вы всё можете в интернете спокойно почитать Ну а сегодня я сейчас покажу Что делать, когда вы только вот сняли струны Как почистить гитару Как за ней ухаживать Поехали! Ну чё, друзья, приступим Вот она гитара у меня Мартинес Фак 603 CEQ Если правильно прочитал эти буквы латинские Так и называется Она, кстати, электроакустическая Подключается И её я сейчас продаю Можете найти у меня в группе ВКонтакте Сегодня снимаем наш сюжет В уютном помещении Академии гитары В Казани Если есть желание научиться играть на гитаре В этой Академии у вас научат играть Ссылочку на их сайт Оставлю в описании под видео Заходите Кстати, вот только что купил лимонное масло За 350 рублей в магазине Вивальди В Казани От компании D'Addario Также струны от компании D'Addario Классический Hard Tension То есть сильное натяжение Специально взял, чтобы струны звучали ярче и звонче Только что струны, которые снял Они были довольно мягкие И неприятно было играть Очень тихий матовый звук был Настолько матовый Сегодня впервые попробую лимонное масло Намазать на гриф своей гитары Потому что гриф уже довольно-таки Иссохшийся Местами видно Смотрите, если вам видно Вот такая вот гитара, нечищенная Хотя я аккуратно и пользуюсь То есть руки мою после еды Перед тем, как сесть за гитару Но все равно, как вы видите В таком вот она состоянии Гитара Все-таки грязное чуть-чуть Первым делом, что я сделаю Это возьму простую тряпку Как я уже сказал И чисто протеру весь гриф От пыли, который скопился здесь Уже за несколько месяцев Вообще все протеру на самом деле Везде у меня здесь пыль Колки также нужно протереть Вообще весь механизм Все-таки снимаем струны Как у вас там Раз в месяц, раз в полгода Раз в три месяца У меня также не получается Особо часто менять струны Поэтому раз уж меняю То буду чистить гитару от и до Целиком и полностью Как сказал уже у меня ДК Лакированная Поэтому я имею право протереть Ее влажной тряпочкой Здесь есть грязь, которая Просто так сухой тряпкой не оттирается В общем вы тоже самое можете проделать Со своей гитарой Если она лакированная Если не лакированная То есть чистое дерево Вы уже на ощупь можете ощутить То влажной салфеткой не советую это делать А вообще если кстати у вас лакированная гитара Можно тряпочку смочить в воде Которая уже разбавлена моющей средства И хорошенько таки промыть ее Сейчас вот у меня здесь нет возможности это сделать Поэтому надеюсь вы это записали у себя в тетрадь Что можно 2-3 капли моющей средства в воду добавить Макнуть тряпку и протереть гриф Чтобы он блестел После этого если хотите купите полироль Побрызгайте Также можно протереть лакированную поверхность гитары После этого трещины, мелкие трещины Загладятся, исчезнут И гитара будет лучше выглядеть и блестеть Некая шлифовка так сказать Что еще можно сделать с грифом Это вот эти самые наши железные лады Прочистить зубной щеткой Или такой губкой стальной Так, давайте приступим Лимонное масло Пару капель на каждый из ладов добавим И размоем потом Три капли Капли-то большие Зачем это нужно делать? То есть лимонное масло используют А лимонным запахом, друзья Чтобы увлажнить наш гриф Потому что он высыхает со временем И нам как раз таки не помешает лимонное масло Заодно и прочистит наш гриф От въевшейся грязи Вот и все, кстати Сюда маловато я накапал Вкусно пахнет, прям охота выпить Сюда Течет, течет Больно много не буду Вот видно, где больше всего игра Первый лад вообще сточенный полностью Осталось крайние лады протереть И перфект будет Лимонную конфету напоминает В детстве, которую мы ели частенько Заметна, кстати, разница Я прям замечаю Намного чище стало И этот Не серого цвета теперь гриф А уже более Темно Даже после того, как уже вот здесь все высохло Лучше выглядит Опа Чуть ногти не сломало А завтра мне уже играть На экзамене По гитаре Завтра Последний экзамен по гитаре И гитара мне кончается Это дополнительный инструмент у меня в консерватории Друзья, вот все самое простое Опять-таки тоже я сделал Помазал лимонным маслом Вычистил Теперь гриф намного чище Будет приятнее играть Приятнее щупать И запах идет Опять-таки Что теперь можно сделать Это поставить струны новые Которые я приобрел А вам в следующий раз То же самое нужно проделать Это минимум, который можно сделать Протереть тряпочкой Все Струны также протирайте После каждой игры Храните гитару в чехле И мажьте изредка Когда меняете струны Лимонным маслом Не так часто, кстати Не переборщите Соприкасать лимонное масло С струнами Особенно железными Не советую То есть Если у вас уже стоят струны Не Мажьте лимонным маслом Только когда нет струн Самые простые Советы по уходу за гитарой Таковы Не храните Около батарей Самое главное И аккуратно Относитесь к гитаре Не бросайте Не пинайте Не кидайте Это все-таки Ваш инструмент Друзья Ставьте лайки Давайте наберем Тысячу лайков Если хотите еще Какое-нибудь Такое же Обучающе полезное Видео Связанное С гитарой И я вам Сразу же Его сниму Как наберем Тысячу лайков С вами был Раиль Не забывайте Подписываться На Хижину Музыканта Потому что Именно здесь Только самые уютные Добрые ролики Вы сможете найти А также Разборы И каверы На классные песни Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok